Добрый вечер, дамы и господа! В процессе моих исследований, ваших реакций на те или иные мои высказывания, я обнаружил, что некоторые термины от вас категорически ускользают, причём ускользают, к сожалению, от самых интеллектуальных слушателей, и поэтому я решил просто вкратце ознакомить вас с той терминологией, которой я обычно оперирую, а именно такие понятия, как модернизм и постмодернизм. Что такое модернистская терминология, методология? Пусть вас не смущают эти пугающие слова, всё очень просто. За словом «модернизм» кроется не что иное, как первооткрывательство. То есть первооткрыватель и модернист – это одно и то же. Он изобретает нечто впервые, вновь, и называет его каким-то образом. То есть Адам и Ева, как известно, в раю называли впервые, давали имена животным. До них эти животные никак не назывались. Они были просто какие-то биологические объекты, которые по этой локации, которая называлась рая, разгуливали свободно и не были поименованы. Вот Адам и Ева, они дают им имена. Впервые на этой земле они дают им имена. И там собака становится собакой, кошка – кошкой, лисица – лисица и так далее. Вот акт, называние этого, поименование чего-то, в данном случае можно считать модернистским актом творения. Иначе говоря, если вы впервые решили, то есть впервые в мире вы открываете способ приготовить яичницу, вы разбиваете яйцо, то есть вы должны додуматься до того, что яйцо надо разбить, лишить его скорлупы и его содержимое выплеснуть на сковороду или там на лист железа, на котором эта самая яичница станет яичницей, то есть станет объектом, качество которого резко изменится в гастрономическом и в эстетическом, и в каком угодно смысле. Так же вы называете это яичницей, исходя из каких-то своих внутренних соображений. Точнее говоря, вам кажется, что именно такое название, оно наиболее аутентично для этого конкретного блюда. Таким образом появляется яичница. Это что касается модернизма. Я надеюсь, что это те вещи, которые я сейчас обозначил, потому что это понятно совершенно и не так скучно, как может, наверное, звучать, если просто оперировать этими словами, не поясняя их смысл. Что такое постмодернизм? Постмодернизм – это когда некто знает тысячи сортов яичницы, вернее, продуктов из яиц. Он знает, что разбив яйцо, будет яичница, разбив там яйца, смешав их с молоком, добавив муки, будет омлет и так далее, и так далее, и так далее. То есть он имеет... Он, родившись, уже имеет огромное культурное наследство в виде печатных текстов, интернет-сообщений и так далее. То есть он ничего сам не открывает, он просто это знание черпает уже из открытых источников. Значит, для того, чтобы ему, этому человеку, который ничего сам не открыл, всё-таки быть первооткрывателем, он вынужден эти имеющиеся знания актуализировать. То есть вот их миллион, но вы достаете из этого сундука например, два или три. Смешиваете их, и таким образом получается, что вы актуализируете уже открытое до вас. То есть вы объявляете его важным. Актуализация – это как бы засвечивание, объявление важным и так далее. Значит, постмодернизм ещё ко всему прочему, то есть я сейчас очень-очень сильно упрощаю, но чтобы вам всё-таки было понятно, имеет ещё очень важное качество. Это ирония. Если модернизм, первооткрывательство – это вещь совершенно серьёзная. То есть когда серьёзный человек, серьёзное естествоиспытатель совершенно серьёзно открывает что-то впервые. Постмодернизм, поскольку всё уже открыто, он так или иначе обязан быть ироничным. То есть смеяться над тем, что уже всё открыто и смешивая различные компоненты из того, что открыто, достигать этого иронического высказывания. Например, вы берёте два яйца, красите их в зелёный цвет, разбиваете их и говорите, что это яичница, разбитые яйца исламисты, например. То есть, ну, очевидно, что куриные яйца, покрашенные в зелёный цвет, так или иначе могут ассоциироваться из-за зелёного цвета с исламизмом, из-за своей формы с мужскими тестикулами и так далее. И одновременно возникает и высказывание, в котором вы издеваетесь над радикальным исламизмом и так далее. Вот это и есть постмодернистское высказывание. То есть оно, так или иначе, оно, хороший постмодернизм, это иронический постмодернизм. Но есть ещё постмодернизм плохой, который является собой сумасшедший коктейль всего и вся, в силу того, что всё уже открыто, переоткрыто. И нашему автору приходится так или иначе с этим багажом, который уже есть у него, так или иначе работать. Вот у него есть огромный чемодан со всеми компонентами, которые возможны. И ему надо сделать новый продукт. Что он делает? Он рекомбинирует. Он к носу Ивана Ивановича добавляет нос Ивана Петровича. Сверху наклеивает розовый парик от куклы Барби. Ну и так далее. Пришивает к заднице глаз и получается такой как бы чудовищный гомункул. При этом высказывание как такового, ироническое высказывание как такового может и не быть вовсе. Я как-то непарадоксально очень люблю кино-ремейки, потому что кино-ремейк это такая проверка режиссёра на вшивость. Одно дело, когда ты делаешь продукт чисто свой и тебе позволено в этом смысле иметь некий авторский взгляд, который во многом гораздо более прост, что ли, для реализации, чем создавание некой копии. копия в этом случае она сложна тем, что это не твой язык, и, соответственно, ты должен добиться какой-то определенной аутентичности. Вот тут ты проверяешься, мастер ты или нет. Можешь ли ты сделать что-то не хуже оригинала, а может быть даже и лучше. Ну, например, вспомним психо, который переснял зачем-то Гас Вансент. Переснял один в один. Просто сделал фильм цветным, но с другими актерами. Какие у меня претензии к фильму психо Гас Вансент. Абсолютно никаких. Ну, это абсолютно идеальная копия Хичкока. Абсолютно идеальная. он ничем не ухудшил фильм. Он сделал, можно ли сказать, что он его сделал лучше? Ну, наверное, он сделал его более технологично. Вот и все. В остальном, я думаю, я давно не пересматривал, но когда смотрел давно, когда он только вышел, я его ждал. Естественно, мне было очень любопытно, потому что Гас Вансент, конечно, режиссер крутой, мне очень интересно было, как он это все через себя пропустит. Получился продукт, который не такой как бы хичкоковский совершенно. То есть видно, что один большой режиссер любит другого и, соответственно, зачем-то делает копию его старого фильма, которая также может иметь место. Когда режиссер, не помню его фамилии, к сожалению, для меня ничего не говорит, переснимает Гайдаевскую кавказскую пленницу, то, соответственно, возникает много вопросов. Зачем и почему это сделано? Ну, на поверхности, конечно, лежат ответы, там, отбить бабло, популярная хрень, там, давай-ка я сделаю тоже. Причем, в этот год, как вы знаете, аж два ремейка готовилась этой самой кавказской пленнице зачем-то, уж не знаю зачем, почему такая вдруг возникла мода. Вот, попробуем разобраться в этом всем. Что такое кавказская пленница изначально? Это продукт, рожденный на волне хрущевской оттепели. Был развенчан полностью культ Сталина и, соответственно, остались, так сказать, так называемые родимые пятна, то есть проявление этого культа в отдельно взятых личностях, в отдельно взятых территориях, то есть то, что не удалось так быстро вытравить. Фильм разоблачает такие родимые пятна в лице так называемого товарища Саахова. То есть не зря этот человек ходит в сталинском кителе, поэтому тогдашнему зрителю совершенно ясно, кто это, что он представляет, что он представляет вот это зло соответственно культа личности, поэтому возникает из словечка волюнтаризм, который означает ничто иное, как этот самый культ личности, точнее он означает роль личности в истории. Словечко это было тогда модное, его часто использовали на разных съездах, и конкретно этот термин употреблялся именно как обозначающий этот самый культ. Когда в ремейке режиссер естественно не может использовать, хотя почему бы и нет, вот в том то все и дело, что фильм «Кавказская пленница», он совершенно естественно появляется как глоток свежего воздуха после сталинского зажима, после фальшивых сталинских картин типа цирк там господи ну и так далее, то есть вы все знаете «Весна» там и прочее, то есть многобюджетные сталинские фильмы, которые были абсолютно беззубыми и являлись чистой сталинской пропагандой, сталинской имперскости, и вот возникает такой ну не побоюсь этого слова стиляжий фильм «Кавказская пленница», где в главной главных главные герои это такие в общем стильные молодые люди свободные от этого сталинского мышления, танцующий твист, твист это тоже глоток свежего воздуха в культуре был разрешен и после фестиваля молодежи студентов то есть была завезена наконец модная западная культура в совок и вот это был разрешенный танец поэтому фильм переполнен этими твистами фильм как такое светлое пятно после темного сталинского мрачного кровавого периода что такое кавказские пленницы 2014 года это фильм который как бы то есть сюжет фильма перенесен в наше время во-первых естественно что мы не понимаем где происходит действие город Горск судя по всему находится где-то на кавказе кавказ такое место довольно обширное растяжимое что является территорией россии нынешней как бы не совсем ясно является ли он может ли являться что это за отдельно взятое утопическое государство в котором мы видим такой безумный постмодернистский микс то есть все все герои они они странные фальшивые они живут в каком-то вычурном выдуманном мире который не имеет места в действительности как в кавказской пленнице это все были реалии того времени включая определенный вид транспорта и отсылы к каким-то модным тогда вещам главный герой Шурик как известно в кавказской пленнице в оригинале да собирает частушки тосты и прочее тогда это было модно тогда это действительно человек который собирал фольклор это был такой модный городской житель было увлечение русской стариной и всяческими народными штуками не знаю почему с чем это было связано конкретно но тоже наверное с поисками какой-то идентичности тогдашней которую нивелировали при Сталине и вдруг разрешили при Хрущеве сейчас когда мы видим главного героя который приезжает с видеокамерой на этот вымышленный Кавказ вымышленный город Горск мы не понимаем зачем ему собирать какие-то частушки тосты и прочее то есть такой моды на это нету никакие новодельные хипстеры они никакие частушки тосты не собирают то есть они такой суррогатный продукт западной цивилизации оригинальные американские хипстеры собирают конечно всякие предметы объекты времен не знаю там сороковых шестидесятых тридцатых каких угодно викторианской эпохи и прочее поэтому они являются таким постмодернистским миксом между всеми этими эпохами и это в общем такие да действительно они собирательны главный герой он как бы вроде бы как хипстер то есть здесь логическая связь как будто имеет место однако такой хипстер для современной России он нереальный персонаж к тому же слово хипстер возникает в фильме совсем не по адресу главного героя а в связи с тем персонажем который в оригинале которого в оригинале играет Витцин Витцин в оригинале одет все в тот же мятый белый костюм который являлся тогда атрибутом советского клерка такого мелкого советского клерка это вот мягкая белая шляпа белый мятый костюм это все атрибут советского клерка что-то вроде бухгалтера какого-то а тот герой был одет так для того чтобы высмеять этого самого мелкого советского клерка такого мелкого жулика трусоватого зачем герой в современном ремейке одет в такой костюм и почему его называют хипстерам недоделанным уж совсем непонятно потому что на хипстера он ни капли не тянет ни по возрасту ни по одежде не ведет себя каким-то специальным образом видимо слово хипстер в данном случае превратилось в ругательное слово и им можно опозначить любого человека не похожего на окружающих не похож ли на окружающих герой да данный герой ну в каком-то смысле да не похож что делают да вернемся еще к таким вещам ну к параллелям естественно эти три персонажа которые псевдо Витцин псевдо Маргунов и псевдо Никулин да они вместо роков танцев твиста они устраивают пенную вечеринку которая пенная партия которая ничего общего конечно не имеет с уроками твиста то есть комедийность ситуации тогдашней то что эти три как бы не слишком положительные герои устраивают уроки твиста заключается в том что твист официально разрешен что это не запрещенный танец однако они из него делают то есть они его доносят толпе как проводники нового чего-то модного надо сказать что они вполне тогда были одеты в фильме аутентично для своего времени то есть модно для своего времени кроме Витцин представлял собой такой старообразный образ советского клерка а Маргунов и Никулин были одеты в стильные шмотки то есть в модную тогда тюбетейку сейчас тюбетейка ассоциируется с мусульманством тогда она не ассоциировалась с этим то есть ее не носят в общем-то никакие подобные персонажи даже трудно представить что это за персонажи такие тогда эти три героя разъезжали на автомобиле инвалидка то есть это какой-то запорожец для инвалидов и их средство передвижения оно было комичным потому что они значит не будучи инвалидами не будучи кем-то пользовались какими-то привилегиями фейковыми в данном случае они разъезжают на красном американском автомобиле шикарным то есть поэтому их социальный статус непонятен тогда их средство передвижения оно отсылало к тому что они прохиндеи какие-то шарлатаны и так далее обманщики в этом случае их средство передвижения ни к чему не отсылает так как это роскошный открытый американский автомобиль которых я честно говоря какой-то эксклюзивной версии которых я никогда в жизни не видел несмотря на то что живу в Америке вот такого типа автомобиля я не видел я не знаю что это такое какой-то limited edition вот то есть кто эти герои откуда у них такой автомобиль что у них за социальный статус все это абсурдно выглядит потому что они живут в каком-то абсурдном мире в таком странном несуществующий город товарищ Савхов по-прежнему одет в костюм Сталина что никак не соответствует современной эпохе если уж он как-то и должен был быть соответственно одетым одетым времени да то он должен был ну одетым быть как Ельцин например да то есть если мы считаем что в настоящее время Путин это Хрущев то значит Сталин это как бы Ельцин значит ну между одеждой Ельцина и одеждой Путина разница только в размере и в качестве может быть и дороговизне материал из которого сделан костюм не могу сказать сколько стоило костюма Ельцина но словом это должен был быть человек который одет совершенно традиционно для нашего времени в костюм и галстук и в белую рубашку мы же видим почему-то сталинский китель который к чему должен ссылать к Сталину ну кто это помнит что Сталин ходил в кителе то есть сейчас это вообще не актуальный забытый знак поэтому этот герой он непонятен нам совершенно он говорит про какого-то прокурора которого он якобы боится как он может бояться этого прокурора если прокурор ниже его по должности он не представляет никакую государственную службу в данном случае потому что это его человек купленный со всех сторон поэтому когда героиня говорит что я объявляю голодовку и сюда войдет только прокурор это звучит дико потому что если героиня оригинальной кавказской пленницы могла надеяться на государственную поддержку на решение государства ее проблемы и разблочение в лице товарища Саахова родимого пятна культа личности то в данном случае нашей новой героине надеяться не на что потому что тот прокурор на гулянке которого мы присутствуем в начале фильма и который палит из какого-то шикарного пистолета в воздух очевидно что такого прокурора мы не можем ожидать решения каких-то проблем то есть мы не можем ассоциировать его с представителем закона скорее с представителем какой-то мафии такой коррумпированной то есть коррумпированного ассоциировать только с коррумпированным госчиновником который живет непосредством значит как такой прокурор может решить проблему главной героини никак значит его товарищ Сахов бояться не должен и таких несоответствий по фильму миллион появляющийся старинный автобус который конечно же для времен кавказской пленницы совершенно естествен но для нашего времени он просто из какого музея его достали я не знаю зачем он нужен то есть шуточки по поводу вай-вая и вай-фая то есть вообще все шутки в фильме они абсурдны употребления вместо некоторых слов других рассказы какие подмены каких-то анекдотов на другие ну вообще как бы игра актеров она ниже ватерлинии естественно как я уже говорил что актер это лишь перчатка надета надета на руку режиссера я еще раз повторю это в данном случае режиссер имел кривые руки и поэтому перчатки надеты на его кривые руки точно так же унаследовали эту кривизну соответственно актеры играли из ряда вон плохо Ефремов то есть грузинский или какой-то там армянский кавказский не знаю какой акцент у героев он выглядел совершенно чудовищным образом это было какое-то неумелое кривляние на эту тему такие типа хорошие актеры как Ефремов ну то есть просто это лажа совершенно запредельная лажа ношение сапог у водителя товарища Саахова тоже где вы видели сапоги чтобы кто-то носил в современном мире сапоги это абсолютно невозможно то есть все ну то есть мы видим что автор как бы он сталкивается с такой проблемой что делать оставлять оригинальную визуальность или же как бы заменять ее на какую-то современную иногда он это делает когда товарищ Сахов вдруг переодевается в какого-то рапера Тимати для того чтобы произвести впечатление на свою молодую невесту выглядит ли это комично скорее это выглядит нелепо странно потому что такой вид он не ассоциируется тоже ни с чем современным то есть не знаю может быть производит впечатление на каких-то 60-летних 70-летних стариков то есть на кого рассчитан этот фильм какова таргет группа этого фильма молодые люди я совершенно не уверен но вот может быть старичье какое-то совершенно запредельное для которых все культурные знаки стерты у которых полная мешанина в голове то есть которые живут в нашем современном мире но полностью потеряли ориентиры для которых интернет и мобильный телефон это какое-то чудовищное зло это для таких людей работает какой-нибудь параллель радист или как он там называется задорнов господин задорнов который постоянно в своих скетчах высмеивает так называемую молодежь молодежь идиотов которые неправильно пишут которые не расстаются со своими телефонами и так далее то есть все то что может порадовать старпера который не умеет в своем телефоне вызвать какие-то апы и различает только там циферки да вот такое может порадовать наверное то есть значит этот фильм рассчитан на каких-то маразматических стариков хотя снимал его как будто бы старик то есть кто и зачем кто писал такой сценарий мне просто совершенно непонятно в общем это действительно удивительный продукт со всех сторон удивительный он таким увязанием в каком-то то есть это это постмодернистский продукт безусловно но это постмодернистский продукт который завяз в собственном болоте то есть то что не аутентично никакому времени режиссер ухитрился снять фильм который не принадлежит времени в нем как в постмодернистском калейдоскопе присутствуют все культурные знаки которые могут быть и они все поперемешаны один с другим чего стоит эпизод когда полицейский открывает шкафчик на дверь которого портрет Путина и рядом с ним этого Саахова в кителе сталинском а за этой дверкой соответственно виднеются какие-то алкогольные напитки почему-то мигают синяя и красная лампочка то есть как полицейские машины то есть должно быть смешно очевидно ну в общем а лампа которая не зажигается когда товарищ Саахов прихлопывает я его повторяю я его называю товарищ между прочим это тоже абсурдно потому что товарищ Саахов для фильма каркасской пленницы оригинала это было вполне нормально что он товарищ сейчас какой он товарищ значит господин он должен был бы быть или как там к нему сейчас обращаться нужно было бы ну господин мэр значит господин Саахов почему-то к нему не обращаются как к господину вот он смотрит Саахов на портрет Путина довольно долго и делает ему типа такой жест под козырек какой-то такой дворнический жест то есть просит у него как бы разрешение у Путина на осуществление его задумки то есть опаивание алкоголем главного героя несчастного ну как-то все это очень 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 странно повторяю что режиссер ухитрился создать какой-то вообще фантастический мир то есть можно сказать что этот ремейк это фильм снятый в стиле фэнтези как это не парадоксально чего-то мне хватает это драконов конечно не хватает вот если были драконы тогда все было бы совсем прекрасно спасибо за внимание чао-чао подписывайтесь на канал с вами был Олег Мавраматин субтитры субтитры